Здравствуйте! Я всех приветствую на моем канале. Сегодня мы рассмотрим замену хипофильтра на пылесосе Dyson DC37. В прошлом своем видео, посвященном данному пылесосу, я этот момент упустил. А некоторые мои зрители просили его осветить более подробно. Поэтому давайте приступим. Итак, отсоединим циклон с контейнером. Отсоединим рулевое управление. Отсоединим колеса. Нам придется разобрать весь корпус для замены хипофильтра. Поэтому сейчас нам нужно будет открутить 4 винта вот с этого бока и 4 винта с другого. И также 2 винта вот здесь. Я предварительно в целях экономии времени открутил вот эти нижние винты. Поэтому мне нужно будет открутить только 2 верхних винта. Поэтому я опять не знаю, что ты знал. Поэтому они не должны рассмотреть Ring модельные пылесосы и обмор gwобочемный. так вот нож новый типа фильтр имеется оригинально состояние типа фильтра которому более пяти лет и вот состояние нового хипофильтра сейчас заменим как можем кстати заметить хипофильтр является частью корпуса в этом заключается сложность его замена для того чтобы заменить хипофильтр нам потребуется снять не только нижнюю часть корпуса но и верхнюю часть чтобы снять верхнюю часть корпуса нам необходимо открутить два винта которые спрятаны вот под этой крышкой и один винт вот здесь винт который находится в креплении щетки является обычным у него крестовой шлиц потайные винты имеют шлиц под звездочку так для того чтобы снять крышку нам нужно будет плоская отвертка и не ну и навык в общем то нам необходимо вот таким образом отогнуть и вытащить паз при должном навыке вы справитесь одной отверткой но иногда лучше одной отверткой удерживать уже достигнутый результат а второй продолжать извлекать паз то есть вот так вот отгибая теперь нам необходимо открутить те самые потайные винты и последнее препятствие это вот эти вот защелки слева и соответственно справа они удерживают корпус точнее верхнюю часть и их необходимо вот таким образом отогнуть при должном навыке это получится первого раза вот таким образом завели защелку внутрь сейчас также заведем вторую защелку можно помогать рукой отгибая вверх теперь осторожно снимаем верхнюю часть корпуса стоит обратить внимание на пружинки которые находятся вот например под кнопкой смотки шнура шнура вот таким образом извлекаем верхнюю часть корпуса вот о чем я говорил пружинка может в момент снятия верхней части соскользнуть поэтому я рекомендую первое ее снять немного растянуть чтобы она у вас никуда не делась что мы здесь видим наш перепускной клапан проверьте его пальцем что он не приклеился вот его боек имеет наклейку которая может приклеиваться если попадает влага или влажно к части корпуса внешней этого клапана у нас как можем заметить все работает корректно нужно отсоединить провода я не знаю если похожа эта я я я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь против часовой стрелки поворачиваем, удерживая смотку. Если так смотреть, когда вы смотрите сверху вниз, то примерно с 12 часов на 3 часа. Поднимаем вверх. В руках у вас станется смотка. И как только вытащите провода, старый хипофильтр. Но есть одна тонкость. В старом хипофильтре есть уплотнительное кольцо. Его не нужно забывать. Оно не поставляется с новым хипофильтром. Его желательно протереть. Можно просто силиконовой смазкой. Можно, как я, использовать спрей ВД. Нужно это для того, чтобы... В момент установки Кольцо не вылезло вот здесь вот неправильным образом. Если получится, покажу, как это бывает, когда это неправильно. Так, одеваем. Паз должен совпадать с его выемками. Примерно вот так. Поворачиваем против часовой стрелки. Устанавливаем наш паз. Примерно вот так. Возвращаем назад наши провода. Убеждаемся, что уплотнитель зафиксирован в корпусе. Кстати, у кого пылесос сгорел от того, что сюда попал песок, ну то есть ваш хипофильтр плохо промывался или что-то еще произошло, вы стройку пылесосили, вот стоит проверить, что внутри клапана. Поэтому перед тем, как установить провода, рекомендую клапан снять. Снимается он легко. Для этого необходимо отжать защелки. Далее нужно посмотреть, что внутри клапана. Нужно против часовой стрелки повернуть его крышку. Вот как видим, здесь у нас нет большой грязи. Иногда здесь высыпается достаточно много. Поэтому, что если вы меняете еще и мотор вместе с хипофильтром, то есть мотор сгорел от чего-то, например, от большого попадания песка по каким-то причинам, то вот достаточно песка может скопиться здесь. И чтобы вам в новый мотор песок не попал каким-то образом, то лучше очистить вот этот клапан. Но, как я уже сказал, у нас здесь грязи нет. Эта тонкость, на ней не стоит зацикливаться, просто стоит иметь их в виду. Устанавливаем обратно. Вот здесь такие направляющие. Вот они. Клапан установлен. Клапан. Клапан. Продолжение следует... Вот то, о чем я говорил. В нашем случае, как можем заметить, уплотнитель отсюда не вылезает. Но иногда, если его неправильно поставить или не обратить на это внимание, у вас уплотнитель может вот здесь торчать. Этого не должно быть, потому что тогда вы будете иметь неприятный звук при работе пылесоса. Поэтому посмотрите за этим. Осталось совместить. Теперь самое интересное. Вот здесь достаточно чистый. Но я бы протер, например, влажной салфеткой. Потому что, если вы никогда не разбирали, то здесь может быть очень много грязи. Вот таким образом лишнюю грязь я бы удалил. Самое главное. Сейчас мы будем надевать. Если вы делаете это первый раз, то обратно защелкнуть эти защелки будет достаточно тяжело. Поэтому самый верный способ их просто чем-то откусить. Ну, например, кусачками. Любыми. Потому что произойдет следующее. Смотрите. Теперь нужно надавливать. Ну, как видите, если вы просто прикрутите винты, это будет неправильно. Защелки сюда не вернулись. Чтобы их обратно втащить, я не знаю, что нужно. Нужен очень хороший навык. Честно говоря, даже у меня его нет. Поэтому рекомендую избавиться от этих защелок. Сейчас покажу как. Продолжаем. Нам понадобятся такие кусачки. Сейчас мы с помощью этих кусачек удалим вот эти вот пазы. По технологии возможно, но для тех, кто самостоятельно первый раз меняет хипофильтр, я думаю, это будет самое правильное решение. Аккуратно одеваем. Следите за кнопками. Они должны пройти в свои отверстия. И вот так же смотка. Можно начинать с нее. Сначала убеждаемся, что смотка пролезла. А теперь аккуратно клавиши. Вот, в отличие от первого раза, корпус сел легко и просто. Да, кстати, вот эти винты более короткие, которые удерживают корпус. Поэтому не перепутайте их с винтами, которые удерживают корпус вот здесь. То есть они... В принципе, ничего страшного не будет. Но я бы не стал сюда вкручивать вот эти длинные винты. Поэтому, когда будете разбирать, обратите на это внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь вы видитесь, что вот эта плужина... совпало с этой частью корпуса. Нужно аккуратно... Я бы немного сжал вот эти пазы и завел их туда. Главное, не сломать вот этот механизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно помочь этой же отвертке. Сначала аккуратно заводим первый паз. Аккуратно заводим второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то и все. Далее необходимо одеться. В нижнюю часть корпуса. А это уже... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так собираем. Все. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА